Номер восемь за двенадцатый год От издателя Что тут у нас пишется Духовная страничка Содержание номера Жизненный манифест Льва Толстого Я вообще люблю Приводить цитаты Такие Интересных людей Которые чего-то добились в своей жизни Которые на основании своего опыта Рассказывают Кратенько о том или ином В виде цитаты Очень хорошая вещь Вот эти вот Читать высказывания великих людей Сопоставлять своей жизнью И делать соответствующие выводы И в результате В результате вот такой работы Человек меняется Это уже есть не что иное, как Духовный рост Очень хорошая Вещь Скажу вам Я этим постоянно занимаюсь Приметы и особенности Сентября Эта газета еще делалась На месяц вперед То есть восьмой номер Шел на девятый Лето Вот поговорим об облепихе Что такое облепиха О ее свойства Как ее лучше применять Облепиховое масло Дальше идет у нас диабет Наконец-таки Последний Раздел Практика Лечения диабета Вот Сахарный Вот Сахарный И вот уже Пошли И вот уже Пошли Примеры Как люди Лечили Сахарный Диабет С чем они Столкнулись Как это все Преодолели Что они делали Все это Описано Все это Описано Письмо одно Письмо второе Письмо третье То есть идет Письмо одно Письмо второе Письмо третье Переписываемся с человеком Что у него Как идет Значит Процесс Избавления от этого Письмо четверто Лечение диабета По авиацинии Заключение Наконец-таки Вот только Статья О сахарном Ниабете Была Закончена Опыт Оздоровления Вот они Вены Видите Вот это Клапана Которая у нас Работает Вены Начинают Терять Свою Форму И Вздуваются Вот такими Некрасивыми Некрасивыми Выбуханиями Выбуханиями Он От Прохождения Крови Через нашу Печень Возникает Возникает Портальная Гипертония То есть Если Кровь Через Фильтр Печеночный Проходит С трудом То Кровь Застаивается Вот там Как раз Указано В каких Венах Она Застаивается У каждого Человека По разному И они Начинают Тоже Расширяться Вот это Явление Портальной Гипертонии Естественно Это Отражается Не только На туловище Но и Отражается В первую очередь На наших Ногах И Как только Мы с вами Нормализуем Общую Циркуляцию Крови За счет Того Что очищаем Печень Оздоравливаем Ее Создаем Нормальные Условия Для протока Крови Для желчоотделения Вот Кровь Уже Не застаивается В этих Венах Не образует Давление Не Действует Знаете На Стенки Вен И Они Начинают Отдыхать Они начинают Естественно Значит Приходить В норму Потому что Наша Организм Система Самовосстанавливающая Ся И Расширение Вен Естественно Пропадает То Все Лечение Без 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 Сама Матушка Земля Значит Там Содержатся И Минералы Которые Нужны Для Нашего Организма Вот В глине Содержатся Частицы Мельчайшие Которые Прекрасно На себя Забирают Различные Шлаки Токсины Удерживают Удерживают Там Бактерии Очень Хорошо Своей помощью Очищаться Выводить Из Организма Значит Ну Большое Большое Дело Делает Глина Просто Это Лечение Надо Соответствующим Образом Применять Серьезно Должным Образом К нему Относиться И Тогда Будут Великолепные Результаты А если Так Тяп Ляп Например Там Копать Знаете Глину В каком-то Месте В котором Плохая Вода Через Которая Протекает Вместо Вообще Там Рядом Там Со свалкой То толку Не будет Она должна Браться С чистого Места Деревянной Желательно Лопаткой Все это Предварительно Значит Выставляться На Солнышко Чтобы Она Напиталась Солнечной Энергией Сохранять Свою Знаете Структуру Внутреннюю Очень важно Для этого Она Особо Не должна Обезвоживаться И тогда Будут Такие Хорошие Результаты Результаты Я Здесь Подробно Рассказываю О Скипидарных Ваннах Вот Еще В 1904 Году Зал Манов Лечил Ленина И Вот Он Использовал Скипидарные Значит Эмульцы Которые Растворяем В воде Применял Для Того Чтобы Задействовать Раскрытие Капилляров То есть Лечение С помощью Нормализации Работы Капилляров Капиллярная Сеть Практически Она Все Наше Тело Пронизывает И Если Она работает Нормально Значит Питание Всех Органов Нормально И человек Здоров Если Они По каким-то Причинам Спались Значит Идет Недостаточное Питание Этой Области И возникает Заболевание Далее Значит Магниты И здоровье Сейчас Существует Огромное Количество Разнообразных Субтитры Игорь Негода